22 марта. Особенный день для работников руля и шашечек. Свой профессиональный праздник иванские таксисты, как всегда, отметили весело и дружно. Этот день для перевозчиков стал не просто поводом отдохнуть и пообщаться друг с другом. Для них это теперь предмет гордости, ведь именно в Иванове 4 года назад впервые вспомнили об этом празднике. И провели его впервые тоже здесь. Приятно иметь какой-то профессиональный праздник, потому что даже далеко не все профессии, которые прописаны в трудовом кодексе, имеют такой. У нас вот есть. Конечно, приятно находиться. Мы редко встречаемся сейчас, допустим. Раньше как-то на точках стояли, а сейчас, благодаря этому празднику, мы каждый год собираемся, обсуждаем. Накипевшие, наболевшие. Радуемся, делимся какими-то своими впечатлениями. Ну и какой же праздник без гостей. Поздравить виновников торжества приехали их коллеги из Москвы и Подмосковья, а также ивановские чиновники от транспорта. Оказавшиеся по делам в Иванове руководство Всероссийской Федерации автовладельцев присоединилось к поздравлению товарищей по дорогам. Наши коллеги, друзья, это давние уже коллеги, там в течение уже пяти лет мы с ними сотрудничаем. Очень радует, что они здесь организовали не только первое празднование в России, но и, собственно говоря, они проводят это ежегодно. Они проводят, я так понимаю, при поддержке, очень хорошей поддержке наших уважаемых таксистов и просто автовладельцев. Поэтому им тоже хочется пожелать так держать и чтобы у них все их интересы, естественно, которые они отстаивают, они достигали успехов не только в Иваново, но и на федеральном уровне. На этот раз день рождения такси – грустный праздник. Отрасль переживает не самые лучшие времена. По ней кризис ударил в первую очередь. Всеобщее повышение цены тарифов проезда в такси не коснулось. Зато с каждым днем растет число таксистов. Людей сокращают и те, кто имеют машину и водительское удостоверение, ищут спасение в такси. На сегодняшний момент я знаю, что в службах такси стоят очереди из желающих трудоустроиться, и таксистов становится все больше. Боюсь загадывать на самом деле, но прогнозы на сегодняшний момент действительно самые пессимистичные. То есть в ближайшее время вряд ли стоит, наверное, ожидать того, что что-то изменится в лучшую сторону. Несмотря на непростые времена, от праздника организаторы не отказались. В первую очередь ради профессионалов. Тех, для кого такси не просто подработка, а часть жизни. Тех, кто сейчас особенно нуждается в этом радостном событии. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.